Доброе утро! Самой позитивной стране Евросоюза. Латвия, привет! Поймал себя на мысли. Был такой парень, который говорил, в Багдаде все спокойно. Я думаю, что в нашем случае эта фраза заменяется фразой «Доброе утро! Самые позитивные жители Евросоюза». Итак, наш президент. Во-первых, поздравляю. У нас теперь есть папа. Пошел белый дым из трубы, и у нас в Латвии теперь снова появился папа. Итак, хочу обратить твое внимание на классику. Все стабильно, ничего не изменилось. И что именно у нас стабильно? Смотри, раньше был такой фразеологизм, по-моему, так называется, что президент – это не наш человек. Его мы из Люксембурга нам прислали, понимаешь? Сейчас этот фразеологизм заменили на фразеологизм «это не наш человек, он заднеприводный, он не выступает за семейные ценности». То есть пока все стабильно так же, как и было. То есть нам подсовывают отводящую проблему для инфошума. То есть очень много будет уделяться времени тому, что он гей, для того, чтобы уйти и сделать фокус внимания от более серьезных проблем. Вот об этом никто не говорит. Это, мне кажется, самое серьезное качество, чтобы у президента был какой-то отводящий момент. Для чего? Потому что все деньги как воруют. Эй, смотрите, все голову поворачивают, подписали какой-то контракт. И вот это, эй, посмотрите, это должно быть, что он из Люксембурга или он гей. У него должно быть какое-то отягощение. Это один из самых верных принципов, как пилить казну. По-другому не получается. Теперь посмотрим, какой он гей. Я свечку не держал, но, насколько я помню, в 2004 году он еще кричал, что он там самый правильный гей. Именно после этого он пошел на продвижение, надеюсь, не через ад, а по службе. Потому что, смотрите, полазим в архивах, встреча с Путиным с Затлерса. Кто сидел? Он. Ездили к Лукашенко, Каринш. Кто рядышком был? Он. Он фактически мотался абсолютно везде, как какой-нибудь Пригожин у Путина, как секретарь, который портфельчики тащил. И все эти 12 лет его готовили к чему-то интересному. Он всегда там стоял на заднем эшелоне. Поэтому это такой резерв, который не выскочил, как черт из табакерки, а он давно был в обойме. Поэтому ситуация будет стабильно, стабильно предсказуемая. Нам опять будет рассказывать про националистов, которые снесли памятник Пушкину или памятник Победы. Хотя, если вы себя в руки возьмете, националисты к этому были не причастны. Это было венуто им. Да-да-да, националисты практически никак не вредят. Ровно как и прокремлевские партии. Что прокремлевские партии? Ну, так называемые прокремлевские партии. Это Росликов, Шелестерс. Что националисты, они абсолютно никак не вредят. Но при этом это и есть наш народ. Наш народ-то состоит из тех, кто видит на латыш, что мы на русском. Их по традиции делят. Скидывают все проблемы на эти две группы людей. А третья группа людей, такие транснационалы, которые практически никакого отношения не имеют к Латвии, просто отстаивают интересы здесь каких-то других хозяев. Ну, это видно прям белыми нитками шит. Поэтому ситуация у нас уникальная. Помните, в правительстве победила Сасканя? Ну, должно было формировать. Формировала ее не Сасканя. Все вышли проголосовать против Каринша? Победил Каринш. А все практически ненавидят этого президента? Победил президент. Ну, это же уникальная модель. Вот согласитесь. Где вы еще увидите такую интересную рабочую модель? С другой стороны, я такой не знаю. Сейчас самое важное, о чем надо поговорить, о Лэмберге. Потому что, если мы посмотрим на Лаймберга, то он очень социально активный, но вдруг перед выборами он исчез с экранов. Просто исчез. Это было очень подозрительно. И когда все кричали, что это шкура продажная, он продастся, все уже понимали. Теперь смотри. Возьмем старичка Айвара. Чтобы ты понимал, он всю жизнь, ну, кто, говорят, воровал, кто работал. Я думаю, что все-таки работал. И деньги свои он уж точно заработал. И 20 лет он воевал в судах. Потратил кучу денег и вроде бы выиграл. А сейчас на него страшный пресс. На его детей, на его бизнес, на его лично. И он фактически стал бомжом. Закрутили абсолютно все гайки. Это шанс ему вернуть все, что он заработал, выйти сухим из воды и уйти в день спокойно на пенсию. Я не знаю, что на его месте я бы выбрал. Сейчас хочется сказать, Айвар, как же ты мог из национального героя превратиться в такую национальную сволочь, которую практически поголовно сейчас будет ненавидеть все государство. Но с другой стороны, вы должны понимать, что у парня недвижимость в Германии. Он забирает свои активы сейчас в течение года-двух и спокойненько уезжает. Последует примеру Гобзенца. Я не знаю, еще раз говорю, как бы поступил я, как бы поступил ты. Разве ты не выбрал бы забрать кучу денег и со своей семьей спокойно уехать из Латвии? Вполне возможно, что да. И старичка, видимо, настолько сильно прижали. Плюс не забывай про обиду. Лэнберг сидел в тюрьме. Его посадили в тюрьму. И вот Латвия не вышла на его защиту. Там у тюрьмы не было пять тысяч его сторонников. Это же все-таки обида. Человек остался в четырех стенах, и он понял, что он один. И что за него люди не выйдут. Поэтому, ребята, когда он сейчас голосовал, он это помнит. И он, ну, хотите, отомстил, а хотите, просто имеет память. О том, как к нему отнеслись, так и он отнесся. Однако не стоит забывать, что Латвия самая позитивная страна Евросоюза. Доброго дня.